Приветствую друзья! Сегодня хочу поговорить на еще одну злободневную тему, это касается мониторных наушников. Очень много людей заблуждается, когда говорит о мониторности в плане наушников. Некоторые люди, есть такие, считают, что мониторные наушники это идеально прямая АЧХ, идеально нейтральные наушники. Нет, друзья! Если говорить о мониторности, то наушники используются в качестве мониторов, зачастую у музыкантов, зачастую у звукорежиссеров. как для того, чтобы просто слышать какой-то сигнал. То есть, они не должны быть идеально ровными, они не должны быть идеально оправдимыми. Например, тот же самый Sony 7506 – это наиболее распространенные студийные мониторы, которые использовались на множестве разных студий. Самые топ-исполнители использовались данными мониторами, но данные мониторы не имеют идеально ровная АЧХ. Данные мониторы имеют небольшой подкрас на середине, что делает вокал достаточно приятным. И, соответственно, вокалисты, когда слушают свой голос в данных мониторах, им приятнее это делать. Они, ну, как бы стимулируют себя, наверное, данным звуком. То есть, этот звук они хотят слышать. Им не нужен какой-то идеально сухой, идеальный нейтральный звук. Им нужен тот звук, который позволит им лучше раскрыться, то есть, лучше петь, лучше исполнять. Если это, например, какой-нибудь скрипач, он должен слышать свой инструмент максимально идеально для него. То есть, здесь не нужно прямой АЧХ, здесь не нужна какая-то супер-супер-качество, супер-детализация даже. Те же самые Sony 7506, они не супер-детальные, вообще не супер-детальные. Взять те же самые, например, Bear Dynamics DT770 Pro, которые используются на радиостанциях, где-то вот там, где нужно мониторить звук, но там мониторность другая. Диджейские наушники тоже могут быть мониторными, но диджею не нужна вот эта вот сухость подачи, ему не нужно слышать каждый дефект, каждый нюанс. Ему нужно просто свести две композиции. И для него, например, для диджея, мониторные наушники – это наушники, которые можно один приложить к уху, второй не приложить. Вот для него мониторность так. На студии для вокалистов, например, мониторные наушники – это закрытые наушники. Иногда этого даже хватает. Для барабанщика мониторные наушники в последнее время все чаще и чаще это внутриканальные вообще наушники. У них не идеально ровная АЧХ, однако вот именно их инструмент в данных наушниках звучит великолепно. О чем я хочу сказать, друзья? Идеально ровная АЧХ, идеально правдивый звук, это вовсе не обязательно для мониторных наушников. Мониторные наушники позволяют тебя мониторить, позволяют слышать недостатки, когда ты играешь, например, на своем инструменте, когда ты поешь. То есть вот в этом суть мониторности, то есть именно слышать, где ты ошибся, где тебе надо чуть подтянуть, чуть припустить, а вовсе не передать как-то идеально нейтрально этот звук. Не стоит путать мониторные колонки, сами мониторы с наушниками. На наушниках очень мало кто из профессионалов работает. На наушники нужны для того, чтобы просто, ну не знаю, как-то какой-то начальный набросок сделать, да? Для того, чтобы именно, ну не используется ни в сведении, ни в мастеринге, нет. Используются именно мониторы, потому что там учитываются различные искажения, поскольку отражения имею в виду. Потому что это все будет влиять на слушателя. А в наушниках мы данных отражений не имеем. Для этого, например, люди, которые работают именно в наушниках, специалисты, они используют специальные устройства, которые добавляют эти вот, подмешивают, да, сигнал из разных каналов для того, чтобы сымитировать, сэмулировать работу реально мониторов, то есть реально динамиков, колонок. Вот в этом на самом деле и суть. То есть люди, которые считают, что мониторные наушники – это что-то ровное, что-то прямое, что-то идеальное, что-то нейтральное. Нет, друзья, нет, это не так. Рассмотрите АЧХ от тех наушников, которые вы считаете мониторными. Есть, есть несколько моделей с реально прямой АЧХ, но их очень мало. И зачастую то, что используется на студии, вот посмотрите своих любимых актеров, да, своих любимых певцов, музыкантов. В чем? Вот часто я встречаю на Ютубе, часто есть записи, где они играют в мониторах. И посмотрите, что это за мониторы, посмотрите их АЧХ. Зачастую это будет совсем неровная АЧХ и совсем не идеальные даже по детализации эти наушники. Эти наушники будут максимально хорошо давать их инструмент. Если вокалист, то вокал. Если какой-нибудь контрабасист, то контрабас. Есть более-менее универсальные модели, которые могут много что-то. Например, те же самые Sony 7506, они хорошо подают среднечастотный диапазон, и поэтому все инструменты среднечастотного диапазона звучат замечательно, и в них можно мониторить. В чем еще суть? В мониторах что слышат музыканты в мониторах? Зачастую они слышат всех остальных и иногда себя. То есть некоторые вокалисты любят слушать себя в мониторах, некоторые слушают только окружение, барабанщик слушает все. Но при записи, например, то есть пишется все в мониторах, при записи ты слышишь, на запись идет только твой инструмент, а слышишь ты всех. То есть в мониторах есть все, из-за того, что мониторы закрыты, это не попадает в микрофон, микрофон попадает исключительно твой инструмент, все остальное не подмешивается, это потом на сведение уже будет подмешиваться. То есть мониторы нужны для мониторинга, и зачастую используются музыкантами и звукорежиссерами. Но это не настолько профессиональный инструмент, как мониторы, которые как колонки. Мониторы, как наушники, это скорее такой пособный, вспомогательный инструмент, который не обязательно должен довлетворять требованиям именно настольных таких больших мониторов. Надеюсь, всем понятно уже. В общем, вот такие еще один ответ на ваш вопрос, потому что много кто не понимает, все начинают рассказывать какие-то сказки от непонимания, от того, что кто-то где-то что-то прочитал. Нет, друзья, мониторные наушники – это не всегда идеальные, даже зачастую далеко не идеальные наушники, но отлично подходящие для работы в студиях. Ну, вот так вот. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok